библейский портал экзегет.ру представляет иисус новин 23 глава перевод российского библейского общества читаю ее для библейского портала экзегет ну вот собственно история иисуса новина подходит концу и его завещание израильтянам это и есть содержание этой главы 24 тоже много времени прошло с тех пор как господь даровал израилю мирную жизнь враги окружавший израиль больше не тревожили его иисус был уже глубоким стариком он созвал всех израильтян старейшим начальников общины судьи старосты сказал им я уже глубокий старик много знаете политических лидеров которые начинают свое обращение к нации с таких слов в современности пожалуй их не найдешь предполагается что лидер он бодр до тех пор пока он вообще жив потом он умирает начинаются какие другие процессы а вот он признает свою немощь он величайший герой он стоял во главе израиля во время завоеваний хана она но это все прошло человеческая жизнь завершается вот хорош тот лидер народа который понимает что будет после него который готовится вовремя уйти готовится оставить народу какое-то наставление вот что самое главное было в его победах его достижениях которые они вместе с народом приобрели пока он был во главе этого народа вы видели что сделал ради вас господь ваш бог что сделал он со всеми этими народами господь ваш бог сам воевал за вас и вот я разделил пожребия между вашими племенами землю всех народов еще остающихся здесь от иордана до великого моря на западе равно как и землю всех народов но и истребленных но об этом мы читали прямо несколько глав подряд так делилось это все господь ваш бог сметет эти народы перед вами он отберет у них землю отдаст ее вам и вы завладеете этой землей так обещал вам господь ваш бог но вы должны строго соблюдать и исполнять все что написано в свитке закона моисея не отступает этого закона не на шаг самое главное да вот есть закон его соблюдать он не говорит великие победы гордимся победами чтим память предков да он не говорит я вот мудро вами правил как мы многого достигли нет вот есть закон его соблюдаете все будет хорошо не смешивайтесь с народами которые еще остаются в этой стране там же не всех еще истребили и это так и останется не призывайте их богов и не клянитесь именами их богов не служите не поклоняйтесь этим богам будьте верны господу вашему богу как это было до сих пор господь отобрал землю больших и сильных народов и отдал ее вам по сей день никто не может вам противостоять каждый из вас обращает бегство тысячи потому что господь ваш бог воюет за вас как он и обещал вам но смотрите же всегда любите господа вашего бога то есть ваша доблесть не безусловно ваши победы не гарантированы они лишь следствия вашего отношения с вашим богом вот главный урок книги иисуса новина а то что мы в нем видим в этой книге видим много всяких военных побед и актов жестокости ну тогда так воевали но смотрите же всегда любите господа вашего бога а если вы оступитесь и присоединитесь к тем народам которые еще остаются в этой стране если будете вступать с ними в родство и смешиваться с ними они будут смешиваться с вами то знаете тогда и господь ваш бог уже не будет отбирать у этих народов землю и отдавать ее вам эти народы станут для вас ловушкой западнее бичом для ваших ребер и колючки для ваших глаз и в конце концов вы сгинете с этой прекрасной земли которую господь ваш бог даровал вам ну опять-таки во многих речах многих политических лидеров многих стран мы слышим другие народы плохие они нам очень мешают если мне эти другие народы мы бы давно уже достигли всего чего только хотим да какие они гадки а здесь совершенно другой разговор то что другие народы не верят господа и поэтому они не соответствуют его замыслу это даже не обсуждается но вы народ божий не смешивайтесь с ними не принимайте их обычаев не поклоняйтесь богам и тогда у вас все будет хорошо то есть не на другие народы виноваты вы виноваты если у вас бедствия вы виноваты в том что вы пошли их путем легко обвинять ой нас обидели нами там управляют из-за границы или там и рептилоиды прилетели а вы-то кто вы что бессловесные малыши которых вот кто из взрослых первые направит иди туда делай тот он того и послушает нет конечно вы ответственные люди если вы пошли по пути других народов и получили все что вам за это причитать это ваша вина это ваша зона ответственность не надо валить на другого ну как и в личных отношениях ой кто-то меня обидел и кто-то мне там не дал жить им кто-то меня там соблазнил отправил не по тому пути вообще-то библия с этого начинается история в адамском саду где змей сказал жене что можно яблочко съесть но не яблочко там просто плод жена дала мужу и так как бы никто не виноват да а каждый ведь решал за себя скоро мне идти в путь который ждет каждого вы хорошо знаете ни одно из тех обещаний что господь ваш бог дал вам не осталось неисполненным человек подводит итоги своей жизни он говорит о своих подвигах наградах заслугах вообще ни слова но вся моя жизнь говорит он стала доказательством господь исполняет свои обещания а я ну живу я скоро умру будет другой и другие не в этом дело все они сбылись ни одно неисполненным не осталось но как сбылись все обещания которые вам дал господь наш бог так исполнит господь и все свои угрозы в конце концов изгонит вас с этой прекрасной земли которую господь ваш бог даровал вам если вы нарушите договор с господом вашим богом нарушить его повеление останется слушать и поклоняться другим богам тогда пойдет на вас гнев господа и очень скоро сгинете из этой прекрасной страны которую он даровал вам но это сбудется, конечно, спустя много веков во время Вавилонского плена, но обратите внимание, очень много войск, народов, наций, государств писало на своих знаменах, эмблемах, символах «С нами Бог», не так ли? И это было, ну, главным оправданием всего, что они делали. «С нами Бог, с нами Бог». Иисус Навин говорит «Бог с вами, пока», и делает одно важное дополнение, «пока вы исполняете Его волю». Как только вы перестанете это делать, Он будет против вас. Вот этого никто не пишет почему-то на своих знаменах, а зря. Ну, что ж, Иисус Навин еще не закончил свою жизнь, вот Его заключительные слова и благословения, это 24 глава.